Давайте с Херсона мы и начнем, хотя хотелось бы сегодня и про Донбасс поговорить, особенно вот ты вспоминал определенные населенные пункты. Роман Ситтен, полковник запаса, военный эксперт, присоединяется к нашему эфиру. Доброе утро, Роман. Приветствую. Рады вас видеть. Хотелось бы все-таки поговорить. Единственное, хочу сразу сообщить информацию, пока мы продолжаем нести информационный, работу свою вести на информационном фронте. В это время Николай в очередной раз сейчас под обстрелами, об этом сообщает господин Сенкевич, это мэр города. Мы же продолжим говорить, давайте действительно с Херсона. Битва за Херсон, вот так уже называют у нас, была битва за Донбасс, битва за Киев, даже Википедия уже подает информацию, там битва за Киев, можно почитать детально, как это происходило. Битва за Херсон, очень многие говорят, что действительно это может быть даже не просто битва за Херсон, а это битва фактически за Кремль. Я вчера уже начала про это немножечко говорить, что фактически это даже повлияет, хотя это больше к политологам вопрос, повлияет даже на выборы 2024 года. Мы этот аспект сейчас откладываем, все-таки берем военную составляющую. Битва за Херсон, давайте еще раз просто и от вас услышим, в чем важность, насколько действительно битва за Херсона может стать решающей вообще в этой войне, потому что очень действительно часть экспертов говорят, что это будет решающая битва. Многие делали акценты на Донбассе, оказывается, вот действительно за юг борьба очень может показательно быть для всего хода войны. Хочу, чтобы вы это прокомментировали, и далее мы тогда с вами продолжим. И вот то, что Денис вспоминал и дал информацию по карте войны по поводу сегодняшней ночи Антоновский мост. Какая у вас есть информация? Возможно, вы тоже можете что-то озвучить. Антоновский мост был обстрелян, скорее всего, или Хаймерсами, или дальней нашей артиллерией, это из Калибуры. Антоновский мост, это ЖД-мост, он был обстрелян, там наведена переправа, понтонная переправа, но только части понтонов этими возят, толкают баржами, баржу толкают и перевозят с одного берега на другой. Была обстреляна, также этот мост российскими войсками был прикрыт пирамидальными отражателями, которые воздействуют на спутники, на снятие сигнатуры радиосатомерами спутников. И, я так понимаю, наши пробовали эту тему, пока нет информации по целеуказанию, по попаданиям, но, я думаю, отработали правильно. Херсон сам по себе является одним из ключевых городов, областных центров в этой войне. Освобождение Херсона действительно принесет Российской Федерации большие репутационные потери российскому руководству Российской Федерации. И они за Херсон будут бороться, кидая в эту топку максимум усилий. То, что мы, в принципе, и видим, то есть те прогнозы, которые наши некоторые политики и обозреватели давали, что после того, как начнем бомбить антоновские мосты, российские войска будут уходить. Нет, они, наоборот, усиливают группировку. В последнее время через мосты переведено на правый берег около 10 тысяч личного состава. В основном в ВДВшнике переброшена техника, плавающая техника, это БМДшки, БМД-1, 2, 3, 4, они все плавают. И, в принципе, усиление группировки правобережных говорит о том, что россияне будут защищать, как минимум защищать эту территорию, а как максимум могут все-таки собрать какой-то более-менее значительный кулак и попробовать пробить, взломать нашу оборону. Скорее всего, что если они будут это делать, это будет наступление в сторону Вознесенска, хотя оно маловероятно с точки зрения выполнения как такового практически эту пешку. Наши войска на марше в несколько десятков километров разобьют. Наступление этой группировки на Запорожье правобережный маловероятно, потому что там пройти так же. Само нужно очень много, большое расстояние войска в районе Кривого Рога. Готовы встретить всю эту группировку. И, в принципе, те мероприятия, которые были проведены руководством Днепропетровской области и вооруженных сил Украины по укреплению южных границ Днепропетровской области, не дадут этой группировке российской в том виде, в котором она сейчас существует, пробиться к Запорожью по правому берегу. Херсон еще важен с военной точки зрения с двух позиций. Первая. Из-за района Херсона ведут обстрелы армейской артиллерии города Николаева. Наносится очень большое поражение и личному составу вооруженных сил Украины, и мирным гражданам, потому, к минимуму, нужно отодвинуть линию фронта от Николаева на расстоянии около 30-40 километров, чтобы армейская артиллерия не могла заставать этот город. Вторая большая задача по освобождению Херсона. Если мы выйдем и освободим правый берег, то практически левый берег или выбережная группировка российская будет находиться под огневым поряжением на глубину до 50 километров. А это как раз заблокирует выход войск из Крыма. И это практически вся южная группировка перестанет снабжаться из Крыма. Снабжение со стороны Мариуполя ограничено, так как разбитые железнодорожные пути, а логистика российских войск не подразумевает переброску на большие расстояния техники и боеприпасов без участия железной дороги. Американский институт изучения войны также говорит о том, что Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу. Роман Григорьевич, а что такое стратегическая инициатива на поле боя? Стратегическая инициатива на поле боя – это инициатива тех войск, которые задают на данный момент какие-то действия и противодействия с противоборствующей стороне. То есть если мы, допустим, переходим в наступление и мы заставляем войска противоборствующие переходить к обороне либо выполнять какие-то действия, которые диктуют наши действия первоначально. Поэтому это и есть каковая стратегическая инициатива. Дальше, после того, как противоборствующая сторона российская понимает, что она не успевает восстанавливать свои потери, не успевает подтягивать боекомплект напередок, не успевает восполнять потери в технике и т.д. и т.п. Это и есть потеря России, инициатива как таковая. Она не сможет диктовать нам какие-то условия либо какие-то действия на поле боя. Потому действительно в последние практически дни, неделю-полторы инициатива переходит к нашим войскам. Мы начинаем диктовать условия практически на большей протяженности фронта. Это как раз и практически все Херсонское направление, Южное направление от Запорожья до Донецка. Сейчас этот момент уже виден и по Харьковскому направлению, и даже по Изюмскому единственную пока еще статическую инициативу российские войска имеют в районе Донецка, Бахмута, Солидара, Северска. Российские и белорусские войска вскоре будут проводить очередные учения. Белорусские военнослужащие отправляются на территорию Российской Федерации. Ваши коллеги говорят о том, что, возможно, это один из аспектов подготовки белорусов для дальнейшего вступления в войну. Как Вы считаете, насколько это соответствует реальности? Да, действительно, отправка белорусских войск на учения на восток России, они там пройдут боевое слаживание с российскими войсками, в принципе, этими группами, которые они там могут организовать на самих учениях. Их могут сразу перебросить на опасные участки фронта, либо для выполнения каких-то задач вернуть в район той же Белоруссии, но уже под руководством российского управления. Потому, да, есть такая возможность, разведка следит за этим вопросом. Но те войска, которые будут перекидываться на восток России для выполнения этих задач по слаживанию, это войска в основном не кадровые. Это белорусские войска, это призывники, которые, в принципе, большой проблемой для украинских войск ни на одном из театров военных действий не предоставят. Проблема для нас, может быть, со стороны Белоруссии связана только с силами спецопераций, которые они там действительно профессионалы, хотя нигде практически не воевали. Ну и так же само за ними. Они немногочисленные, и так же само за ними украинская разведка их ведет. И, в принципе, найдем противодействие. Григорьев, еще один вопрос. Я думаю, что вы слышали вчера и обратили внимание на этот доклад от Amnesty International, про который действительно сейчас говорят средства массовой информации, потому что важно. Я напоминаю, отчет расследования под названием «Украинская военная тактика» ставит под угрозу мирное население. Фактически, организация правозащитная винила Украину в нарушении законов войны. Я хочу просто напомнить те факты, которые были, потому что то, что мы видим в регионах Украины, очень часто, на самом деле, напоминают нечто большее, нежели войну, а вот такие прямые акты терроризма со стороны Российской Федерации. Я сейчас зрителям напоминаю Винница, то, что мы видели, Кременчук, торговый центр, Николаев, то, что происходит из последнего, потому что я сейчас все действительно не смогу перечислить, Мариуполь-драмтеатр, Краматорск, Мариуполь-драмтеатр, Краматорский вокзал, благодарю тебя. Сергеевка, это Одесская область, да, там, чтобы просто не все забыть про все, да, Сергеевка, это вообще база отдыха была, где дети занимались футболом и так далее. В Луганской области школа в Белогоровке. То есть я сейчас могу долго перечислять этот фактаж, это напоминаю зрителям, что если на это все посмотреть, это такие, знаете, прямые акты терроризма. А вот хочу тоже, чтобы вы дали свою экспертную оценку по поводу этого обвинения фактически, по поводу этого расследования и доклада от Amnesty International. Какая вчера была ваша реакция и вот особенно в этом аспекте то, что Украина нарушает законы войны? Надо понимать саму структуру всех этих организаций, правозащитных и всех остальных. Это грантаеды, это фондаеды, это организации, которым нужен какой-то пиар, но КПД от них абсолютно нигде никакого нет. Особенно в таких войнах, которые сейчас ведет Украина. То есть они заангажированы теми субъектами, которые выделяют финансирование на эти организации. И Amnesty International, и даже Международный Красный Крест. Да и можно посмотреть и на самую вершину таких гедов, тоже ООН. То есть это практически вне правительственной организации, ну может быть кроме ООН, которые зависят и очень сильно зависят от своих спонсоров. И в принципе могут отыгрывать эти гранты. Вот мы видим и по Красному Кресту реакцию на Еленовку, и видим Amnesty International реакцию. Но это реально проплаченная реакция на какие-то моменты, связанные с войной. Мы страна, которая подверглась. Украинских граждан. Да, а российские военные стреляют по остановке в Торецке Донецкой области. Убивают восьмерых, ранят пятерых. Вот разницы почему-то не показывают как раз Amnesty International. Возможно потому, что не понимают до конца реалии Украины. У нас минута буквально. Они прекрасно все понимают. Они просто заангажированы. Они отрабатывают деньги, которые им платят. И больше ничего. Ничего здесь не нужно искать чего-то другого. За последние несколько лет, даже два десятка лет, российское руководство поставило задачу своим спецслужбам проникнуть во все эти фонды, во все эти организации. Они сейчас работают на Российскую Федерацию. Субтитры создавал DimaTorzok